всем привет дорогие друзья у нас сегодня на показе очередная компания веселых и дружных хоз дружных хоз которые любят покушать любят покушать любят поносить добычу но сейчас наступила уже поздняя осень и многие из них конечно же уже не такие активные как были летом потому что это осы полистые у вас полистов очень небольшое гнездышко который очень быстро и легко разрушается поэтому она разрушается конечно же даже после сильных дождей если прикреплено на травянистой растительности или на кустарники и осы гибнут а эти осы были собраны некоторое время назад на цветах потому что сами осы подпитываются нектаром хорошо летают на последних осенних цветочках питаются нектаром и вот они попались нам для киносъемки и уже появляются конечно же в этих гнездах и самцы и самки я уже показывал вылетевших самцов а здесь у нас находится или все-таки уже вылупившиеся самки нового поколения топ-то новые королевы и скорее всего рабочие особи тоже самочки которые являются самцы отличаются от самочек тем что у них имеется генитальный аппарат они не жалятся нет 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 жало и к тому же усики у них немножко более закругленные они более желтенькие желтого яркого цвета после полисты несколько видов это один большой рот полисты с который включает несколько видов которые могут находиться в одной и той же местности поэтому отличить их достаточно сложно по очень аккуратные немножко отличающиеся окраски пока они здесь сидели у меня в садочке они конечно же захотели покушать проголодались их легко собирать надо сказать что они жалятся но очень слабенько поэтому собрать такую осу можно даже просто руками за крылышко крылышко это складчатокрылые осы виспиды все-таки также как и шешни у них крылья видите сложены пополам с тем чтобы занимали место меньше и у них такая морфологическая особенность как у шешни складчатые крыла и гнезда они делают похожие на шешни из целлюлозы как бы из бумаги сделаны из собранных курки с растений только если просто просто из растительного материала переработанного пережеванного челюстями и склеиваются небольшие соты целлюлозные в которые самка первоначально королева откладывает яйца потом появляются личинки куколки и выводится поколение рабочих ос которые обслуживают это гнездо а уже конце в конце лета осени появляются новые королевы вполне возможно что здесь с правой стороны более крупный экземпляр это как раз вновь уже выветшись и королева которая должна перезимовать она более крупного размера осы полисты также как и другие осы виспиды бумажные осы они общественные поэтому при содержании в неволе даже в лабораторных условиях нескольких экземпляров возможно даже из-за разных гнезд они производят такое общение кучкование и не очень сильно конкурирует и даже собирается часто делали гнезда небольшого размера с небольшое блюдце с половиной блюдце размером с чашечку под крышами домов и там они никому не мешают отличить у вас полистов очень просто по их очень длинным ножкам когда они летают или сидят не вытягивают свои длинные ножки они очень за не очень сильно агрессивны но около гнезда их лучше не беспокоить потому что они могут оттуда активно выскочить и ужалить по беспокоящей его их около гнезда или есть все таки если при прижимании осы к телу она тоже ужалит потому что оса имеет хорошее жало которое приспособлено для того чтобы защищаться поэтому если они не такие агрессивные но не означает что они совсем не могут жалиться при нахождении небольшого просто гнезда ос лучше их оставить в покое они не будут вас беспокоить охотиться на различных гусениц и вредных насекомых и они не будут вас беспокоить потому что у них есть свое занятие они не воруют мед у пчел абсолютно такого они не замечены в таком деле но приносит свою пользу в природе охотясь на различных насекомых и контролируя их численность как хищники как чистящики природы от различных белковых запасов гусениц кузнящиков и других насекомых осыпались тогда достаточно спокойно и поэтому за ними очень хорошо и интересно наблюдать за их небольшим гнездом они оттуда не выскакивают и не сильно защищают и немножко покушать конечно же они соберутся и на медок и на сладкую воду и на портящиеся фрукты им нужно сладкая пища для восстановления энергии личинкам своим они носят обязательно белковую пищу различных насекомых экземплярчик просто сидит на солнышке греется немножко покушал подышал свежим воздухом хочет улететь или пообщаться с другими осами потому что у них хорошо развивается социальность общение с друг с другом не всегда не стараются улететь очень часто общаются и не конкурирует будущих лабораторных условиях вот такие интересные пчелы-полисты осыпались и общественные осы вот такие осыпались ты симпатяги длинноногие которые делают небольшое гнездышко и не очень сильно активно его защищают можете их не бояться или перенести их просто в другое место вместе с гнездом вечернее время они вполне выживут и будут жить потом в другом месте а для других такое не рекомендуется другие осы очень беспокойно и жалятся будьте осторожны всем привет дорогие друзья у вас есть вопросы про насекомых как от них избавиться они вас беспокоит они где-то завелись у вас на кухне в огороде на дачном участке то вы можете прислать мне ваш персональный вопрос на мой электронный адрес на мою электронную почту я могу попробовать дать вам ответ если вы мне пришлете фотографию может быть кусочек видео где будет видно вашего объекта насекомые который вас беспокоит где-то в домашних условиях или на вашей даче или огороде и посоветовать как от него избавиться а может быть она совершенно беспомощный и просто живет где-то рядышком и никакой вреда вам не приносит вы просто зря беспокоитесь но для этого спросите вопрос у эксперта которым являюсь я а если кроме того вы хотите подписаться на мой канал добро пожаловать нажимайте на кнопку подписаться нажимайте на колокольчик чтобы получать обновление и вы можете еще зайти вот на такую замечательную страничку называемый патреон чтобы стать спонсором канала это называется так стать патроном и вы можете со своей кредитной карточки послать пяток десяток например звонких американских долларов или евро на вот этот замечательный канал который переведет их потом меня в поддержку моих разъезда в поисках насекомых в поддержку совершенствование улучшения оборудования и монтирование видео а также поиск объекты в которых о которых я рассказываю на своем канале в помощь образованию о науке энтомологии и природе не только о том как бороться с насекомыми а также как охранять как охранять природу как охранять насекомых которых много но становится меньше и меньше а для этого есть для поддержки канала вот такая замечательная страница в патреоне заходить на патреон будешь спонсором и попадешь в субтитры в конце каждого видео будет указана ваша фамилия ваша фамилия как спонсора а на страничке в патреоне написано разнообразные проекты которые проводятся на моем канале и о чем мой канал и прочитайте внимательно и решите какую оказать поддержку так сказать пор взнос развития канала о энтомологии о пчеловодстве о образовании по биологии до новых встреч на моем канале пока пока привет вам из киева столицу украины до новых встреч на моем канале как подписчик а может быть как спонсор патрон до новых встреч пока пока Субтитры создавал DimaTorzok